В книгах Прабхупады сказано, что на определенной стадии духовной жизни человек начинает испытывать естественное влечение к определенному виду взаимоотношений, к определенной расе. Вчера я услышал о том, что изначальные ручи, вкус, который мы почувствуем, результат, можно рассматривать это с двух точек зрения. С одной стороны, на начальной стадии мы не можем знать, какова природа нашего внутреннего влечения. Поэтому то, что в начале, и то, что приходит в последствии, может отличаться, поскольку в начале у нас отсутствует связь с наиболее сокровенной тенденцией нашего сердца. Поэтому перемена возможна, но и в высшей, когда еще идет о высшей реализации, перемена расы также возможна, но это происходит редко, перемена вкуса. Это происходит благодаря вмешательству высшего начала. Это возможно, но это очень-очень редкий случай. Возможно. В целом, если присутствует некий изъян в распознании природы, расы, то подобное возможно. Ложная интерпретация. Как правило, поскольку внутренняя тенденция интерпретируется ложным образом, то это общий случай. Как правило, это так. Но реальная перемена, когда речь идет о подлинной, о глубокой духовной реализации, это редкий случай, и это возможно только благодаря вмешательству слышу. Махарадж, да? Как Бхакти Сиддханта и Галита Прасад, чем отличаются их идеи? Кто ты? Будди-йога. 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 Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур не признавал Валита Прасада, хотя физически было бы нашим братом. Мы читали в Надья Прасаде статью, он в начале, Валита Прасад, жил в обществе Бхакти Сиддханта Сарасвати. Но постепенно, впоследствии, возникли расхождения во мнениях, и он покинул общество нашего Гуру Махараджа и отправился в место рождения Бхакти Сиддханта Такура, где находился дом его предков по материнской линии. Предков Бхакти Сиддханта Такура. И он стал жить в том месте, Валита Прасад, и основал там свой собственный мат-центр. И когда это произошло, в это время наш Гуру Махарадж написал, он отправился туда, чтобы поклоняться Ула Чанди. Ула — это название деревни, и там пребывает особое божество Кали, Шакти, Чанди. Он, Валита Прасад, написал Сарасвати Такура, отправился туда, чтобы служить Ула Чанди вместо того, чтобы служить Кришне. Таким было замечание нашего Гуру Махараджа. И также, впоследствии какого-то времени, Гуру Махарадж заметил, он, Валита Прасад, любит своего бабу, отца, не Радху. Он рассматривает Бхахтинода Такура, он движен физической любовью к нему, физической привязанностью. И поскольку в его сердце живут подобные чувства, он совершает некое служение, но он не понимает, кто и что в действительности Бхахтинода Такура. Таким было замечание нашего Гуру Махараджа. Поклонник Ула Чанди, хотя он поклоняется Махапрабху, но в действительности он поклоняется Ула Чанди. Когда мы делаем что-то с целью эксплуатации, тогда это действие в действительности является служением внешней материальной потенции, не сознанием Кришны. Если имеет место быть недостаток искренности, если в сердце присутствуют нежелательные элементы Аня Абилаша, Карма Гьяна и т.д. Поэтому он сказал, что Валита Прасад Шакта, поклонник Шакти, потенции или эксплуатационист. Наш Гуру Махараджа рассматривал его таким образом. Его материальная привязанность к отцу, это и есть тот самый скрытый мотив, его мотив, побуждающий его, казалось бы, на поверхности выполнять свои религиозные обязанности. Таким было мнение нашего Гуру Махараджа. Однажды, когда я присоединился к Мадху, или в то время я жил на стороне и посещал программу, я услышал, наш Гуру Махараджа рассказал однажды, бхакти-сидданта-сарасанте-таку. Один человек спросил у него, каково положение, позиция шакт, поклонников потенции, физической потенции Господа, энергии. Он ответил, эти люди материалисты. Их положение, их позиция, позиция материалистов. Я не мог сразу же посчитать его ответ абсолютной правдой истиной. Я происходил из семьи шакт. Я слышал и я видел в книгах Майя, также Чайтанья Рупини, Кайвалья Дайни, Чайтанья Рупини Чим Мои. Она — сознание. Она — сознание. Так я слышал. И вот теперь он говорит, что эти люди материалисты, что они атеисты, поклонники потенции. Я попытался понять, что есть что. Его словами невозможно было пренебречь, но то, что я читал в Шастре, о том, что она — Чин Мои, в Шахте. Потенция — сознательная. Потенция — есть сознание. А он утверждает, что поклонники внешней потенции — суть атеисты, материалисты. Как привести в гармонию эти положения? Я подумал, почему он утверждает подобное? Почему он говорит, что они материалисты? И, в конце концов, я пришел к следующему пониманию. Материалисты — шахты. Их мнение таково. Шахти — потенция. Это самая изначальная субстанция. А сознание — есть порождение, продукт этой потенции. Потенция и сознание — Пуруша и Пракрити. Когда Пракрити, которое не есть Пуруша, не есть сознание, рассматривается в качестве высшего начала, а сознание, согласно этим представлениям, происходит из этой первичной субстанции, то это, конечно, материализм, теория ископаемого. Таким образом, шахти-вада — это теория ископаемого. Значание Гуру Махраджа в отношении Лалита Прасада было подобным. Он говорил, «Его почтение Бхактинода Такура через него к Махапрабху мотивацией служило телесный связь с Бхактинодом Такуром». Баба, Бадха, Радха. Была одна статья, напечатанная в Гауде, статья с Рассати Такура, которой было сказано, что Бхактинода Такура следует рассматривать как Радху. Но Лалита Прасад не мог рассматривать свою как Радху. Возникла Бадха — препятствие, поэтому Баба — Отец. Радха, Бадха, Баба — таково название статьи. Его усилия в этом направлении. Служение Бхактинода Такура через него Махапрабху есть не что иное, как физическая связь, телесная связь. Это было увидено Бхактинодом Сарасати Такуром, и мы его последователи знаем. В другом случае он заметил, Лалита Прасад Такур совершает поклонение Ула Чанди, богине Кали, которая является главенствующим божеством, владычицей этого города, деревни Ула. И это также материализм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова